Мы отчисли, дай зло, шел пройдет, мы справлю, шлем привет, товарищ старый, у него мы отчисли. Зрителей буквально с порога встречают музыкальным выступлением. Сюрприз неожиданный и очень приятный. Группа полностью состоит из артистов и сотрудников Государственного русского драматического театра. Песни подобрали сами. Репертуар призван помочь зрителям прочувствовать изображаемую эпоху и настроиться на восприятие истории. А она здесь по-настоящему важная. Спектакль «Возраст после нежного» о поиске себя, о любви и счастья. Но центральной темой, конечно же, остаются гражданская ответственность и патриотизм. Важно очень оставаться человеком. А для того, чтобы остаться настоящим человеком, недостаточно просто не принимать участие в подлости. Нужно помочь человеку, который оказался в беде. Вот это, наверное, такая самая важная мысль этого спектакля. Остаться человеком. На музыкальном выступлении сюрпризы не заканчиваются. В начале действия актеры появляются не на сцене. Они выходят из зрительного зала. Такой прием моментально приковывает к себе внимание и ломает невидимую стену между зрителями и актерами. Теперь они полноправные участники представления. Постановка очень точно передает дух советской эпохи. Особенно завораживает исполнение песен. Спектакль основан на повести Бориса Васильева «Завтра была война». История рассказывает о последнем мирном и спокойном годе обычных старшеклассников. Они ссорятся, влюбляются, мечтают, даже не подозревая, насколько сильно изменится их жизнь. Для актеров это большой вызов. Им предстоит перевоплотиться в персонажей из другой эпохи. Я считаю, что такая роль – это огромная ответственность. Это огромное доверие, за которое я очень благодарна. Я не знаю, что у меня получилось. Это уже оценит зритель. Проникнуть в эту атмосферу, конечно, это очень тяжело. Потому что это другое время, это другие люди, это другие манеры. Это очень интересная работа. Возраст после нежного для каждого свой. Это время взросления, время ухода от детской наивности, осознания собственной ответственности не только за свое будущее, но и за будущее всей страны. Михаил Мазанов, Сергей Соколов. Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok